В России все большую популярность набирают каркасные дома. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, срок изготовления домов намного меньше. В-третьих, это энергоэффективнее. И в-четвертых, это экологичнее. Если на строительство дома мы с вами тратим деньги один раз, то коммунальные платежи у нас будут с вами ежемесячно. В нашем с вами климате практически 8 месяцев мы будем платить за систему отопления. Это будет составлять львиную долю платежей. Заказчик этого дома сэкономил дважды. Первый раз, когда выбирал каркасную технологию и сэкономил на строительстве. Второй раз, когда выбрал тепловой насос в виде основного источника отопления. Смотрите этот ролик до конца. Мы расскажем вам про технические решения, которые мы применили в данном доме. Здравствуйте, с вами Андрей Руднев. Я нахожусь в Подольске, в доме нашего заказчика. Это каркасный дом двухэтажный, общей площадью 150 м2. Утепление стен, пола и потолка составили 150 мм. Перед заказчиком стояла задача смонтировать все инженерные системы в одной компании. В частности, мы спроектировали и смонтировали котельную на базе теплового насоса, воздух-вода, внутреннюю радиаторную систему отопления, водоснабжение и канализацию, приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла. Очень грамотное решение, когда все инженерные сети увязываются в единое целое. Это позволяет избежать накладок при монтаже, исключить дублирование функций и сократить эксплуатационные расходы. Теперь расскажу о каждой реализованной системе подробно. Изначально мы сделали расчет теплопотерь каркасного дома. Данный расчет позволяет определить требуемую тепловую мощность, чтобы грамотно подобрать оборудование. Не приплачивать за обогрев, имея большой запас мощности, и не оставаться без тепла суровые морозы, если мощности оборудования не будет достаточно. Благодаря хорошему теплению и качественному каркасу теплопотери дома составили 10 кВт. Это максимальное энергопотребление дома для холодной пятидневки в Московской области при температуре на улице минус 27 градусов. Стоимость подведения газа оценивалась более 2,5 миллионов рублей, и клиент выбрал альтернативный способ отопления с помощью теплового насоса воздух-вода. Мощность выбранной модели составляет 12,5 кВт на обогрев. При этом электропотребление всего лишь 2,8 кВт в час. Система состоит из внешнего и внутреннего блока. Наружный блок устанавливается на улице, на подставке, либо кронштейнах. Задача внешнего блока воздушного теплового насоса – это отбор низкопотенциального тепла из воздуха на улице. Наружный блок воздушного теплового насоса состоит из большого вентилятора и испарителя, внутренний из конденсатора и компрессора. Внутренний блок теплового насоса у нас расположен в котельной. Он соединяется трубками с наружным блоком и обеспечивает нам и систему отопления, и горячее водоснабжение. Также в котельной у нас с вами расположен электрический тэн, группа безопасности, трехходовой кран, который переключает между системой отопления и горячим водоснабжением. Все тепловые насосы, как и в принципе все отопительное оборудование, работают в приоритете горячей воды. Его первая степенная задача – обеспечить вас горячей водой. Далее он будет переключаться на систему отопления. Простой монтаж теплового насоса воздух-вода является также его преимуществом. Данную котельную мы смонтировали всего лишь за 5 рабочих дней. За счет отсутствия земляных работ котельная на основе теплового насоса воздух-вода стоит значительно дешевле. К примеру, данная котельная обошлась заказчику всего лишь 635 тысяч рублей. Оборудование инверторное. Это обеспечивает плавное регулирование производительности компрессора, плавный пуск, отсутствие цикла включения-выключения и более четкое регулирование температуры. Антибактериальный режим работы бойлера с нагревом воды до 80 градусов и это обеспечивает отсутствие болезетворных бактерий в баке. Данный тепловой насос работает до температуры минус 20 градусов в зимний период. Далее подключается электрический ТЭН. Но так как вы уже успели убедиться, температура минус 20 не так часто в Московской области. И по нашему опыту и по нашим расчетам работа электрического ТЭНа составляет всего лишь 3% времени за зимний период. Для внутренней системы отопления мы подобрали радиаторы, рассчитанные на температуру теплоносителя 40-50 градусов. Регулирование нагрева в комнате осуществляется с помощью термоголовки. Коллекторная разводка по дому позволяет равномерно распределить нагретую воду по системе каждому радиатору и в случае необходимости перекрывать каждый радиатор по отдельности. Как я уже говорил, строительные тенденции направлены на энергосбережение. Мы добиваемся сокращения теплопотери и экономии энергоресурсов. Вместе с этим усложняется процесс вентиляции. В доме естественный приток свежего воздуха отсутствует. В свою очередь низкое качество воздуха и повышенная влажность провоцируют множество заболеваний и поражают строительные конструкции плесенью и грибком. Как же сохранить в дорогое тепло и при этом создать комфортный здоровый микроклимат в помещении? В любом доме необходима установка вентиляционного оборудования с рекуператором тепла. Рекуператор – это теплообменник, который передает тепло от удаляемого воздуха холодному приточному. В данном объекте установлен рекуператор «Электролюкс», который возвращает до 90% тепла в дом, снижая затраты на отопление. Бесшумная работа и производительность вентиляционного оборудования 440 м3 в час создают максимальные комфортные условия в доме по воздухообмену. Компактный размер вент установки позволил расположить ее в котельной на потолке. Таким образом, она не занимает жилого пространства. С помощью гибких воздуховодов «Блауберг» осуществляется распределение воздуха по комнатам, где установлены воздухораспределительные решетки скрытого монтажа. Поступает воздух с улицы и удаляется из дома через клапаны в стене дома. Стандартную комплектацию рекуператора входит фильтра, который очищает приточный воздух от пуха, пыльцы и других аллергенов, а также удаляет запах и пыль из помещений. Стоимость системы вентиляции с монтажом составляет 380 тысяч рублей. Итак, самый главный вопрос, который беспокоит наших слушателей. Сколько хозяин этого дома потратил на отопление? На примере 2019 года в зимний период траты составляли 2,5-3 тысячи рублей в месяц. Даже в самых роскошных домах невозможно комфортная жизнь без инженерных систем. Мы зачастую даже их не видим, а иногда и не понимаем, как они работают. Но именно они обеспечивают нам данный комфорт. Мы предлагаем комплексный подход в решении вопроса инженерных систем вашего дома. От проектирования до сервисного обслуживания. Только такой подход даст вам максимальный комфорт при проживании в вашем доме и позволит вам избежать максимальное количество ошибок. Грамотно подходите к строительству своего дома и выборы подрядных организаций. Подписывайтесь на мой канал, на мои соцсети. Оставайтесь с нами. До встречи!